Приветствую вас! Сегодня мы затронем особую тему, которую людям необходимо осознавать. Какие симптомы проживают люди при поднятии частоты сознания? Поднятие частот, вибраций — это поистине огромное счастье. Но тогда, когда ты уже перешел, в момент же самого перехода происходит множество различных симптомов, которые люди связывают с играми разума. Эти симптомы зависят от частоты сознания. Давайте немного рассмотрим их. Прежде немного проследим сам путь. Посмотрим его по следам преобразования от сознания дуальности к сознанию единого духа. Как уйти от борьбы с самим собой, выйти из круговорота ложных ценностей и догм, и достичь своей сердцевины? Истока духовного блаженства в союзе с этим телом, этим миром, не прибегая к жертвенности уединения от всего мирского, а продолжая жить в своем теле, творить, любить, жить в изобилии, во всех смыслах этого слова, пребывая в сознании истока. Во время поднятия сознания энергия, которую люди называют кундалини, поднимается в священное сердце и далее в шишковидную железу, в которой начинает происходить трансмутация, увеличиваются размеры шишковидной железы. В момент прохождения по этим уровням на человека перестают влиять, воздействовать сущности нижних домов астрального плана. Таким образом происходит уравновешивание полушарий мозга, где логика и интуиция, творческое рождение приходят в гармонию. В момент преобразования шишковидной железы происходит раскодировка реальности, план которой заложен в информационной части изначальной ДНК. На этом этапе пути мы начинаем вспоминать записи ДНК. Идет разархивация живых знаний высших платформ сознания. При наращивании объема фотонной энергии в энергетических оболочках человека разворачивается духовная безусловная любовь, которая издает частоты, расширяя подлинное сердце, солнце, и напитывая своими частотами все пространство посвященного. Приходят осознания, озарения, воспоминания. Таким образом, с поднятием частот тела сознания, с наполнением живого света источника, человек обретает духовные крылья. Человек начинает наполнять энергетическим объемом свои энергетические оболочки через передающиеся частоты, таким образом выходя на прямую связь с высшим духовным миром своего подлинного тела, по сути, со своим изначальным «Я» — движением источника. Такой человек становится проводником сверхчастотных энергий и носителем сознания высшей эволюции. Через свое священное сердце он проводит фотонную энергию от Божественного Источника Духа. Разворачивая коды изначального мужского и женского начал, Христосознание активируется сбалансированное торсионное поле, которое синхронизируется с тороидальным полем Божественного Сознания Единства, Меркаба Источника, и меняет программу развития реальности, полностью меняет жизнь и состояние разрушения, преобразуя ее в порядок, изобилие и счастье во всех аспектах. Но что предшествует тому, какие симптомы испытывает человек при расширении шишковидной железы, гармонизация полушарий мозга, объединение чакр и расширение единой чакры и смены одежь сознания, которые полностью замещаются. С поднятием частот сознания на первом уровне проявляются такие симптомы, как простуда, головные боли, насморк, судороги, мышечные боли и ломота в суставах. Структура ДНК и химические компоненты тела начинают изменяться, набирая дополнительные атомы кислорода и тех элементов, которые необходимы клеткам, впитывающим все большие порции света, с дальнейшим расщеплением на световые питательные пакеты для ДНК. Функции правого и левого полушарий уравновешиваются, а эпифиз и шишковидная железа увеличиваются в размерах. Поэтому при поднятии вибраций планеты мы будем наблюдать большинство эпидемий гриппа различных характеристик. На этом уровне люди могут чувствовать депрессию, быть подавленными. Вместо хорошего настроения от получения световых пакетов напротив многих настигает необъяснимые с их точки зрения печаль. Эфирное тело насыщается светом и отпускает от себя весь прежний кармический опыт. Перемены весьма стремительны, и многие чувствуют необъяснимую усталость. Помимо усталости, нередко проявляется чувство страха, потери, сомнений. Возникает множество вопросов. Далее, физическое восприятие обостряется. Тело начинает впитывать свет для собственной трансформации. Необходимо набрать 90% света. А это переход в те слои памяти, где вы уже являетесь носителем этого светового солнечного тела сознания, пребывая в этом физическом теле и развиваясь в творческом союзе с Божественным источником. Происходят фундаментальные перемены в химических процессах тела и функциях мозга. Частые симптомы – постоянная головная боль, нечеткость видения, слуха и необъяснимые боли в груди. Боли в груди – следствие расширения энергии сердца, раскрывающегося к восприятию все более глубоких уровней. Видение и слышание перенастраиваются на новые уровни восприятия параллельных многомерных реальностей. Идет взаимодействие с психическим полем, поэтому нередки случаи этого уровня – раздражительность и эмоции. Также нередко человек теряет то, что связывало его кармически – деньги, работу. Именно этот момент многих останавливает на пути своего развития – потеря финансов и обострения болезней. Но знайте, что с поднятием вибраций планетарного сознания все без исключения переживут этот момент. Только в более жесткой форме, чем это переживают люди, осознанно двигаясь за звуком чистого духа, не ожидая, когда их начнут толкать. На более высоких ступенях на место замещения кармических денег приходят деньги от творчества, от занятий, любимым делом. Часто они просто приходят от неожиданных источников. Само тело света начнет заботиться о вас, когда вы покинете старые пороги времени. То же самое касается болезней. Если на первом этапе они обостряются, то по завершению перехода ни одна болезнь не сможет резонировать синхронно с вами. Ее вибрации будут переплавлены в свет при соприкосновении с вашими световыми могущественными полями нового тела сознания. Ментальное тело начинает издавать вибрации сомнения и страха потерять руководство над реальностью. Люди на этом этапе отпускают закостенелое управление их телом сознания низшими формами жизни, испытывая единственное желание следовать зову Духа. Раскрываются способности телепатии, ясновидения, и практически все начинают испытывать любовь и симпатию к встречным. Контроль над эмоциональным телом также берет высший аспект верхних платформ сознания. На золотом геноме мы переходим в этом участке на второй уровень ускоренной эволюции сознания и подготовки к предстоящим поднятиям вибраций планеты. В это время, выходя за пределы кармических планетарных полей, ментальное тело решается перенастроить себя на зов Духа. Содержание сновидений изменяется, и они становятся более насыщенными светом. Если на первых ступенях вас посещали негативные сновидения, видения в процессе очищения клеток памяти и покидания старых решеток сознания, то на этом уровне пребывание вашего тела сознания на более высоких уровнях сознания наполнено светом. У человека начинает возникать сомнение между знанием и сомнением. И еще сложно отпустить логические заключения. Тело сознания легко подается мнению, советам окружающих избивается по частотам. Этот момент в духовном мире называют проверка Духа. Когда Дух сканирует тело сознания, насколько человек способен и готов идти дальше в его объятия. Практически все проходят этот период, проходя некие проверки. Создаются ситуации, которые показывают готовность Души следовать зову сердца, а не ума. Такие проверки есть на каждом уровне осознанности. Но именно здесь, перед началом глобальных перемен, человек становится перед дверями могущественных хранителей, которые проверяют чистоту сердца и прозрачность тела. Подлинное сердце никогда не усомнится. Его невозможно сбить с пути. Переменные в этой области сознания становятся обыденным делом. И мы сознательно входим в процесс мудрого развлечения из глубинного своего сердца, отбросив привычный стандартный набор реакций. Мы начинаем объединяться и взаимодействовать. Постоянно пульсируя сердцами в своем взаимодействии, укрепляя энергетический каркас, расширяя сердце. Происходит переоценка ценностей. Ранее на такие изменения понадобилось бы не менее 12 лет, когда коды записи одной ДНК полностью меняются на иную, световую, солнечную станцию новой жизни. Замещается круг общения, раскрываются способности. Световой потенциал наполняется светом и доходит до 40% наполненности. Вы продолжаете идти дальше к своей намеченной цели не менее 90% световой фазы. Сердце раскрывается все шире и шире. Мы становимся гораздо искреннее в переживании и выражении своих эмоций, поскольку испытываем непреодолимую тягу быть просто самим собой. Объединяясь вместе, мы постоянно взаимодействуем. Это очень помогает сверхускоренно и безболезненно, практически незаметно пройти этот этап просветления. Мы отпускаем все блоки и прежние шаблоны. Наступает время великого эмоционального очищения и избавления от прежнего эмоционального накопления. Зачастую старые взаимосвязи рушатся или коренным образом перенастраиваются. По мере того, как мы углубляемся в свои чувства и начинаем их чтить. Просто не остается пространства для какого-либо отрицания. Мы полностью все принимаем. Мы замечаем, как эмоциональная зависимость от других просто исчезает. Боли в груди могут учащаться по мере того, как раскрывается энергетическое поле сердца. Страх остается на старых платформах памяти. Сердце становится все шире и вбирает в себя щедрые потоки бесконечного света, напитывая всю свою подлинную природу строения. Энергетические поля всех тел сонастроены через сердце и когда их выравнивание завершено, страх окончательно покидает посвященного. Очущение давления в области лба и затылка следствие стремительного раскрытия эпифиза и шишковидной железы, впитывающих все больше света. Полное раскрытие шишковидной железы дает нам возможность убедиться в существовании многомерности. На этом этапе многие испытывают неоднозначное чувство, которое вызывает заботу о материальном, о выживании. Если ранее это была норма, то сейчас тело сознания вышло на новый уровень и вовсе не хочет делать то, что ему предписывает старая энергия решетки выживания. Человек не хочет идти на работу, думать о пропитании. Этот момент неизбежен, но благодаря нашему объединению, благодаря живому знанию настоящего плана изначального, мы знаем, как перейти этот барьер, и к окончанию второго уровня мы передаем это знание. Также к окончанию второго уровня вы почувствуете склонность к более легкой и полезной еде. Вам станет по вкусу чистый свет. Многие на этой фазе отказываются от мяса, сахара, алкоголя, поскольку чувствуют негативное влияние этих продуктов на свои энергетические поля. То время, когда необходимо было питание вашей живой силы закончено. На этом моменте, к окончанию второго уровня, вы полностью напитали их. Можете спокойно переходить в новые пороги времени иного вашего питания, питая светом источника все, что вы есть. Вам, наконец, раскрывается всемогущество вашей изначальной природы. Осознание того, что вы есть все и ничего. Больше нет необходимости действовать по принуждению, и ваши взаимосвязи становятся трансперсональными. Слова исходят прямо из сердца, и окружающие люди могут оказаться сбитыми с толку, поскольку больше не могут провоцировать вас на нужные поступки эмоций. Люди, находящиеся в старом сознании людей нового времени, не только не понимают, но и осмеивают, борются за то, чтобы их родственник остановился в своем развитии, боясь его потерять в виде его наглядной изменения. Но знайте, что это не родственники борются, а их сущности пока еще низкого порядка, так как они более не могут питаться энергией просветленного родственника, которая была пищей в моменте кармических отношений энергообмена. На этом этапе у просветленного закрыты все каналы взаимодействия по старым сценариям. Родственники, которые получают любовь, принятие и теплоту такого просветленного, также напитываются бесконечным источником света в его присутствии и неосознанно начинают переходить. Уже через определенное время вы видите изменения в своем окружении, которое напитывается частотами любви и днем, и ночью, благодаря чему происходит замещение реальности. Итак, дух действует посредством языков света, квантово-графических отражений, и вам все проще с каждым днем принимать этот язык и расшифровывать его. Ваше тело может изменять форму по мере переключения энергетических полей. Вы чувствуете их взаимосвязь со всеми существами повсеместно и освобождаетесь от зависимости мнений других. Вы перестаете играть в игры дуальности, быть привязанными эмоционально ко всем происходящим событиям. Вас наполняет любовь и абсолютная свобода. На этом этапе возникает некая эйфория, которая наполняет все клеточки. Именно эта эйфория раскрывает сердце и клетки памяти, освобождая пирамиды сознания и наполняя свободной энергией любви. Позже эта эйфория переплывет в сознание безбрежности и покоя, абсолютного осознания каждого действия и противодействия в принятии всего мира целиком, без вхождения в игры поля дуальности. На этом этапе вы вспомните, что есть только ваша Вселенная, и вы ответственны за ее баланс, что никто не может вам навредить, кроме вас самих. А это означает, что ни один ясновидящий, слипер, гадалка не может считывать ваше поле сознания, потому что их тела сознания находятся в разделении и отражают нижние слои памяти, считывая в этих слоях негативный слой информации для сжатия сердец до чистоты страха, тем самым выкачивая энергию с людей и используя их. Это их кармический сценарий, в который вы более не захотите входить и проигрывать их вместе с ними. Отныне чистый дух определяет все ваши шаги, направляя вас по самым совершенным сценариям жизни, взаимоотношения с другими существами, наполняющими вашу жизнь. Дух наполняет собой все. Это самое невероятное, самое знаменательное событие за все воплощения. Это неописуемая любовь, чистота слияния и объединения со всем, что есть. Никто более не сможет питаться вашей энергией, и вы не сможете брать иную, чужеродную энергию, потому что вы взаимодействуете напрямую с Источником, прямой канал связи с самим Богом, с вами изначальным. И только те, кто не прошел сканер своего сердца, свой же сканер, который оставил на пути, зная об этом возвращении домой, кто усомнился, кто решил продолжать игры разделения, игры желания власти, кто слушает мнения окружающих, а не свое сердце, кто отделился и впал в страхи, кто не открыл сердце, купаясь в сомнениях и ища логическое заключение происходящему, кто выбрал путь привязанности и закостенел из жизни, боясь перемен, кто испугался головной боли или дискомфорта в позвоночнике во время перехода, тот не готов идти дальше. И настоящий план тому пока не будет открыт, потому что он не произносится вслух, и его знают только те, кто дошел, и берегут его в сердце, зная, что те, кто синхронен, тоже знают это. И любовь растекается от этих сердец по всему мирозданию. Итак, те, кто прошел все эти фазы световой наполненности, переходят на третий уровень. На третьем уровне расширения полей сознания созвучно вселенским полям вы становитесь едины с источником сознания и знаете, что отныне возможно все. При трансмутации шишковидной железы активируется белое моноатомное золото, что является собой абсолютное изменение сознания человека на сверхчеловека, духовное вознесение. Моя чаша переполняется через край. Это образ излучаемой энергии изобилия. Золотая энергия в виде фотонов света из духовно пробужденного сердца. В Библии это белое золото называют маной небесной. Это понятие алхимически проявленной энергии источника для творения. Золотой песок. Мистический порошок. Тело бессмертных частиц первой проекции источника. Когда клетки помнят весь свой набор функций и возможностей. Помнят о постоянном непрерывном восстановлении, воскрешении. Способные справляться со всеми негативными влияниями внешней и окружающей среды. Проявлять любые желания. Живая клетка Бога. Бесконечного света в чистом виде. Изначальная клетка ДНК бессмертного. Становится сверхпроводником высокой проводимости сверхсознания. Живой золотой интеллект высшей реальности, окруженный живыми бессмертными частицами, мистический философский камень. Порошок будущего. Присутствие живых священных частиц станет проявленным и непроявленным в твоем поле сознания. Это самое истинное место силы, поля любви. То место твоего пребывания, где тебя ведет сам Святой Дух. Становится возможным и абсолютно легким телепортация по клеткам памяти. Явление чудес и многое другое становится обычным делом. Сборка Меркаба вашего тела света завершена. И вы можете путешествовать с его помощью сквозь пространство, время и иные измерения. Меркаба обладает собственным сознанием, готовым служить вам. Ваша генетика созвучна изначальным платформам сознания. Божественной генетики. Наполненной солнечными данными. Вы становитесь носителем сознания золотого генома. Генома Бога. Создателя. Отца. Именно так вы становитесь единым целым с отцом и матерью. Вы становитесь тем человеком, который был создан изначально по образу и подобию. И вам нет надобности прятаться от людей, сидеть, медитировать в кустах, в джунглях, потому что пришло новое время. Новое сознание. Новая решетка ДНК. То, что работало вчера, сегодня уже перешло, мутировало. Завтра уже иное. И в новом времени важно быть созвучным в теле сознания со всеми изменениями. А самое главное, важно быть созвучным по полям сознания, с полями сознания изначальной клетки памяти, чаши гляля. Вам сложно в это поверить, людям сложно принять умом и логикой, но это тело, которое обретает бессмертие. На сегодняшний день уже множество американских ученых доказали научно будущее развитие человечества, предстоящие события планеты. Метеокаку, известный ученый, начал говорить о необходимости срочного замещения сознания и колонизации с этой планеты, о срочном строении кораблей мгновенного перемещения, о путешествиях по звездам, о возможном бессмертии. Рафаэль говорит об этом уже 20 лет. Но знания этого были им получены от сверхсознания, не от логического заключения многолетних опытов ума. Многие ученые получают информацию из информационного поля, но никто так и не осознал, как же по-настоящему перейти в сверхсознание и кого допустят к этим передвижениям по звездам. Человеческое сознание логики ума наивно полагает, что, создав технологии, они смогут мусор их ДНК и сознание размножить по галактике. Нет, этого не допустят те, кто прошел этот путь эволюции и те, кто ждет поднятия в небеса чистых духом. Те, кто прошел все проверки, те, кто является носителем сознания Бога, тем и будет оказана неземная поддержка во всех смыслах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok